привет приложение добро пожаловать в совершенно особое дурное влияние все шоу на этой неделе передается в объемном звуке и мы рассмотрим новую игру в которой используется объемный звук чтобы по-настоящему погрузить вас в действие наш главный обзор суперзвездные войны на снес я буду вести репортаж из студии universal studios в голливуде где вы можете наслаждаться спецэффектами фильмов весь день каждый день и все это делается с помощью компьютеров я потеряю студии за очень родной лазерной игры первые это новая игра которая выйдет на снес мая она называется мир короля артура и это стратегическая игра действие которое разворачивается во времена средневековья но что действительно нового и интересного в этой игре так это то что она первая который когда-либо использовался объемный звук так что же такое объемный звук это именно то что вы могли себе представить это звук предназначенный для того чтобы окружать вас изначально он использовался в кинотеатрах возможно вы испытали это там когда вы видите может быть взлетающий самолет он появляется на экране и предположительно исчезает вдалеке вы его не видите но вы его слушаете или если что-то приближается к вам сзади иногда вы слышите это сзади еще до того как видите на экране все это делается с помощью объемного звука и теперь вы можете получить это у себя дома потому что в телевизоры подобные этому встроены функции объемного звучания и они на удивление дешевые может быть у вас есть телевизор и у вас есть видео но вам все равно нужен объемный звук тогда вам нужно купить специальный усилитель подобные они довольно дорогие большинство отечественных домашних систем объемного звучания имеют четыре или пять динамиков по одному слева и справа от телевизора иногда здесь есть еще один центральный динамик для центральных звуков и речи и тогда совершенно очевидно вам нужны два позади вас слева и справа для звуков которые доносятся сзади почти все фильмы в наши дни снимаются с объемным звуком и вы можете получить впечатление даже когда они передаются по телевизору или видео потому что информация об объемном звуке уже закодирована на видео которое вы или я арендовали бы в видеомагазине все что вам нужно это оборудование чтобы получить к нему доступ но как это работает для игры когда вы начинаете вы получаете тестовый экран теперь если вы слушаете дома в режиме объемного звучания вы должны получить от этого все преимущества начинается спереди обходит справа от меня сзади слева спереди справа справа и снова по кругу во время игры звуки очевидно доносятся отовсюду но на тестовом экране по какой-то странной причине люди умирают позади вас а столкновение на мечах происходит перед вами и гром гремит повсюду но на что похоже программисты говорят что это действительно сложно опытным игрокам потребуется год чтобы закончить эту игру так что я вероятно закончу ее примерно к своему 65-летию это что-то вроде средневековые версии лемминга вы отвечаете за короля артура и его верных последователей отправляющихся в крестовый поход чтобы избавить мир от тиранов как и у лемминов есть разные персонажи с разными навыками здесь лучники фехтовальщики инженеры и пехотинцы и вас ждут несколько ужасных ловушек от ям наполненных шипами до котлов с кипящим маслом есть а также облачный мир которым правит темный волшебник и который наполнен гигантскими уликами будьте осторожны волшебник превратит вас в зомби если вы им еще не стали то есть после этой кампании это изнурительная штука есть 23 очень сложных уровня но нет ограничений по времени игра продолжается до тех пор пока король артур жив так что вам настоятельно рекомендуется держать его в стороне и подальше от драки удачи и боже храни короля наш главный обзор на этой неделе звучал бы фантастически в режиме объемного звучания боюсь у нас есть игра только в скучном старом стереосистеме это воины суперзвезд на SNES здесь есть все что вы ожидали увидеть империя зла космические корабли повстанцев и конечно же люк скайлокер а вот и он с алексом в июньском море это потрясающая игра это трехмерная игра шут и мап и платформенная в ней есть все что вам нужно это уровень наземного спидера это один из моих любимых уровней все что вам нужно сделать это убить джавов которые выходят из этого песчаного краулера вдалеке на наземном спидере вы можете развернуться на экране на 360 градусов это превосходно вы используете реактивное топливо чтобы пронестись по уровню эти зеленые монстры действительно раздражают все уровни в этой игре действительно сложные но я думаю что этот мой любимый я думаю что куплю эту игру это немного дорого но она того стоит там множество уровней и множество персонажей тоже это плавно с красивой графикой я думаю это идеально это лучшая перестрелка которую я когда-либо видела я плачу за это 60 фунтов я не говорю этого о многих играх графика потрясающая и звучит она действительно хорошо и таковы окончательные оценки воин суперзвезд мальчики дали ей 5 баллов из 5 а девочки дали максимум 2 балла 5 из 5 я боюсь что намрут не сможет быть с нами сегодня поэтому я вмешался в самый последний момент все в порядке слизистый фертилист это действительно я переодетый это секретный чит sonic 2 прямо из японии никто не должен знать что я вам рассказал о кстати это не спайки это спайки 2 первый в истории чит для sonic 2 на мега драйв первый перейдите на экран опций выберите звуки в беспорядке примерно по 15 секунд каждый девятнадцать миллионов шестьсот тысяч пятьсот девять семнадцать затем запустите игру когда появится sonic и помашет пальцем быстро нажмите и начните вместе чтобы получить экран выбора уровня привет вот и вы колючка крепость крыльев у какая выдача потяните это назад кто был этот человек в маске кстати мы только что услышали что дата выхода войн суперзвезд перенесена на май но на это явно стоит обратить внимание на прошлой неделе возможно вы помните мы рассмотрели стритцов рейдж 2 и сказали вам что цена составляла 39 долларов 99 то что нам сказали в sega было правильным у нас было много звонков от людей которые говорили что заплатили за игру 44 доллара 99 мы проверили это все и они сказали что на самом деле это правильная цена sega говорит что сожалеет но они не так сожалеют как все люди которые заплатили на пять фунтов больше чем ожидали это литр рыба это последняя идея людей которые придумали тетрис давайте создадим ваш собственный аквариум я вам покажу вот аквариум который я уже начала проектировать я положила пол задней части и несколько растений но теперь я хочу поместить туда несколько предметов немного оживить его зайти в библиотеку предметов а вот все различные виды вещей которые вы можете туда положить и я думаю что выберу череп потому что я хочу довольно джазовый странный аквариум с рыбками вот и все теперь я могу разместить его там где захочу теперь я собираюсь вставить анимированный объект я думаю что положу этого краба когда вы кладете его туда краб выползает из панциря и снова возвращается обратно так что я помещу его туда конечно чего не хватает этому аквариуму так это рыбы итак мы переходим к рыбному экрану все эти рыбы были спроектированы компьютером но на самом деле вы можете разводить их самостоятельно а это занимает довольно много времени это занимает еще больше времени потому что вы действительно можете развить их а это может занять несколько часов так что мы не собираемся этого делать я просто возьму те которые уже есть я попросила по одному каждого и теперь мы можем их просмотреть а затем вы получите всю свою рыбу плавающую в вашем собственном дизайнерском аквариуме и что действительно хорошо так это то что вы можете кормить их вы выключать и снова включать свет а затем вы можете кормить их и вы можете кормить их для людей которые не выносят слишком большого волнения на самом деле наш американский отчет на этой неделе поступил от зирайт он сказал нам что собирается посетить киностудию но на самом деле он похоже попал в землетрясение если у вас когда-нибудь появится шанс сходите и посмотрите фильм из реальной жизни в ма последуйте моему совету никаких закрылков вокруг не болтается и когда режиссер призывает к действию спецэффекты зависят от ракурсов камеры и монтажа прямо сейчас если у вас когда-нибудь появится шанс прийти сюда это тур universal studios здесь в голливуде это захватывающий взгляд за кулисы крупнейших мировых киностудий и телестудий экскурсия на трамвая по городу проведет вас мимо знаменитых съемочных площадок и вы испытаете все от внезапных наводнений до разрушающихся мостов и конечно же все это делается с помощью компьютеров даже сам кинг-конг 10-метровый туристический робот если вы переживете экскурсию по задней стоянке вы сможете наблюдать как команды каскадеров воссоздают сцены из фильмов у вас на глазах там есть все от полиции нравов майами да и те да но самое новое также потенциально самое опасное основываясь на заднем плане фильма о пожаре зрители увидят 30 крупных пожаров и 10 взрывов за пару минут обратный поток действительно интересный дроссель потому что это живой огненный что я имею в виду что мы подвергаем 150 человек воздействию огромных температур и мы фактически взрываем природный газ а также жидкий кислород каждые 30 секунд так что это потрясающее шоу когда мы строим аттракцион особенно такой где звездой нашего аттракциона является пламя перед нами стоит совершенно иная задача чем перед фильмом мы должны делать это не только многократно мы должны делать это сотни раз в день мы делаем это 12 раз в час 150 раз в день в течение всего года чтобы иметь какой-либо контроль над огнем нам пришлось полагаться на компьютеры чтобы действительно делать все начиная с момента поступления газа в здание и заканчивая прохождением через систему через клапаны через горелки через воспламенители компьютеры управляют этим шаг за шагом действительно прежде чем компьютер сможет что-либо сделать первое на что компьютер должен обратить внимание это тот факт что пламени нет самая следующая команда которую он получит это запустить самолет он хочет убедиться что свеча зажигания горит и должен проверить это на компьютере после этого компьютер может позволить в нужное время открыть клапан и предварительно выпущенная или предварительно отмеренная порция природного газа затем воспламеняется и подается через горелку все это время пока это происходит мы чувствуем температуру на чердаке вдоль потолка на уровне зрителей на протяжении всего шоу и компьютер снимает все эти показания датчиков температуры и проверяет находятся ли они в приемлемом диапазоне в дополнение к температуре мы смотрим на уровень кислорода слишком ли у нас много кислорода или недостаточно у нас также есть датчики вторжения на случай если кто-нибудь из сотрудников или гостей захочет попытаться выйти туда и подойти немного ближе к самолету после этого остается только одну я отправляюсь на барбекю и сохраняйте спокойствие сет это похоже на действительно действительно классную игру бесконечной жизни в классном мире на отаре любой момент игры просто видите колин сломал мой плеер вы также можете вести грэм сломал мой телевизор роджер испачкал грязью мои кроссовки очевидно что это только первый случай который оказывает какое-либо влияние на игру и вы получаете бесконечные жизни если вы потрудитесь сделать это правильно далеко и здорово чувак а теперь мир и любовь а теперь новости и анонсы на этой неделе одна из самых играбельных и захватывающих игр с которыми мы сталкивались в последнее время для снэс эта игра головоломка под названием эквенокс продолжение игры на солстис вы играете за милого маленького героя который должен избавить свой мир от зла вам предстоит проложить свой путь по лабиринту смертоносных подземелий которые лежат в основе семи царств творения второй номер журнала плохое влияние только что поступил в газетные киоски литком набитый новостями мнениями обзорами и закулисными историями все это и даже больше всего за 195 долларов в причудливой новой игре которая должна выйти на геймбой есть цыпленок по имени альфред который должен спасти все яйца мира из дикого мира где и хранит злодей геймбой должен выйти в мае амиго в июле а снэс в октябре русалочка ариэль впервые появляется в двух форматах геймгир и мега драйв ее задача победить злую морскую ведьму урсулу которая превратила всех морских обитателей маленьких червивых тварь вот католик который проведет нас через версию мега драйв если вам понравился фильм вам вероятно понравится игра вы можете выбрать кем быть ариэль или папой тритоном я предпочитаю быть ариэль эти извивающиеся змей скорее люди которых изменила злая ведьма мне нравится идея что она должна пить своим врагам вы можете позвонить разным друзьям это рыба и она толкает камень вам следует заглянуть в сундук с сокровищами потому что там спрятаны самые разные сокровища на карте показано где находится людьмир красный блестящий кусочек это рель остальные кусочки наши друзья эта игра выглядит прекрасно но я не уверена что купилась бы на нее здесь всего четыре уровня и все они почти одинаковые это всего лишь более бедная версия я вижу что она может быть популярна из-за фильма но я определенно ее не купил я люблю фильм и люблю эту игру я думаю ариэль хорошо двигается мне нравится звук который она издает когда поет я бы купилась на это а что касается оценок за русалочку ариэль то мальчики дали ей средний балл три из пяти девочкам она понравилась немного больше и они поставили ей четыре балла из пяти вернитесь на зарю истории с десятицентовыми олимпийскими играми посылка пронеситесь сквозь эволюцию человечества ваша задача открыть копья колеса и огонь в попытке остановить вымирание вашего племени здесь изображен пещерный человек первое что вас поражает в этой игре это то насколько хорошо она выглядит графика лучше которую я когда-либо видела на кпк и она чрезвычайно воспроизводима здесь я должна поднять факел и переключить свои способности чтобы бросить его я должна бросить прямо сейчас так что поехали теперь спускайтесь по лестнице и я должна пойти забрать человека который поддерживает всех остальных с помощью веревки верно он уже перелез через веревку если у вас возникнут проблемы вы можете вызвать волшебника который обменяет одного члена вашего племени на копье или любой другой предмет снаряжения который может вам понадобится для прохождения уровня в это очень увлекательно играть я бы купила ее и конечно рекомендовала бы всем кому нравится такого рода игры я могла бы купить вот это это головоломная игра с отличной графикой но мужчины идут слишком медленно и у них все время не хватает времени мне нравится эта игра хотя она и не в той лиге что лейминги но если вы поклонник головоломок то это того стоит а что касается оценок за олимпийский турнир то мальчики поставили на 4 балла из 5 и девочкам он понравился не меньше они поставили ему 4 балла из 5 верно технарь бертлис это футболка для эскадрильи он на снез так вот тик это обман задом наперед это усложняет игру все что вам нужно сделать это во первых перейти на экран настроек затем с помощью панели управления 1 пропустить уровень сложности пока не увидите слова сложно затем с помощью панели управления 2 удерживайте клавиши и их вместе затем вернитесь к панели управления 1 прокручивая страницу до тех пор пока не увидите слова геймер теперь вы окажетесь на мега сложном уровне такого рода пройти который может только полный эксперт моего калибра вверх вверх и прочь энди вайлит что происходит где все это лазер форс новейшая лазерная игра цель состоит в том чтобы ударить как можно больше людей и ударить вас здесь так темно что нам пришлось использовать специальные камеры из-за чего снимки выглядят немного зернистыми полный хаос но у меня есть энди больше чем у него есть я и это главное это портативная игровая площадка которую возят на выставки и телестудии на то чтобы надуть ее уходит около 30 минут ствол пистолета стреляет маломощным лазером но это просто для наглядности чего вы не видите так это того что он также испускает инфракрасный луч который исходит отсюда и это похоже на то что вы используете на своем пульте дистанционного управления и это идентифицируется целями у вас спереди и сзади я думаю энди только что попал меня я собираюсь отомстить позже но я не могу сразу ударить его в ответ потому что когда электронный голос говорит мне что в меня только что попали он отключает мой пистолет на 4 секунды оружие тоже закодировано а это значит что как бы я не плакала я не могу застрелиться и это также означает что в конце игры вы можете выстрелить из своего пистолета в центральный компьютер и это говорит вам сколько вас попало попадет ли вас и в кого вы попали но теперь я ухожу чтобы отомстить энди призом конкурса на прошлой неделе были краска супер марио и силки а вопрос конкурса состоял в том кто нарисовал это было не просто грубо это был какой-то итальянский парень по имени вы абсолютно и у нас было более восьми тысяч лет спасибо вам если вы написали но наша система случайного выбора победителя выбрала джеймса лэмбо девяти лет из уайт кросс херифорд молодец джеймс попалась приз конкурса на этой неделе министр и мега драйв которым обладает насилие нет я этого не делала он был у вас последним в любом случае вопрос в том что означает слово лазер отправьте ответьте на письмо запечатайте этот конверт или открытку по обычному адресу к следующему понедельнику я уверена что он у вас был нет я уверен что он у вас был это то что вы искали разберитесь с ним не могли бы вы присоединяйтесь к нам на следующей неделе для просмотра последней серии когда мы рассмотрим некоторые материалы которые будут доступны в течение лет тогда увидимся до свидания увидимся съешьте лазер джонни хакер а а а Субтитры создавал DimaTorzok